В одной из наших прошлых программ наш спецкор Валерия Балобина пыталась угнать машину, совершила мелкое хищение и даже стала жертвой нападения. Ради чего? Раскрыть тайны оперской профессии. Угоны и автокражи, хищения, грабежи, разбой тяжкий и особо тяжкий. Линий несколько, цель одна – найти преступников. Поднимаем личный архив и развенчиваем криминальные мифы. Фамилия, имя, отчество. Валобина Валерия Глебовна. Число, месяц, год рождения. 02-09-го. За что задержана? Сама не помню. Еще раз повторяю, за что задержана? Что, ну, дело пришлось мне задержаться. Может, еще удалить беззащитную девушку? Ну, давай. Кофе? Спасибо, можно кофе. Ну что, поговорим? Поговорим. О мифах. Все, что вы только что увидели в подвале – привет из любимых современными журналистами 90-х. Или как раз-таки главный миф о том, как выбивают признание из преступников. С утюгом, с паяльником, а про железную деву и вовсе знают единицы – никто не работает. Какие же на самом деле методы оперов и сколько может длиться допрос с бандитом? Мой рабочий день начинался с 9 утра в СИЗО и заканчивался до закрытия СИЗО, до 6. То есть целый день плотно, планомерно разговоры, разговоры, разговоры. Много моментов мы контролировали по их перепискам, по их передвижениям, по их содержаниям. Начальник барановического УГРО вспоминает про участника группы местных разбойников. Опера искали их целых 4 года. Свой первый громкий разбой они совершат еще в 17-м. Двое неустановленных лиц проникли на третий этаж, пятиэтажного дома, по балконам забрались к потерпевшему, причинили ему телесное повреждение, связали его и забрали 20 тысяч долларов. И данное действие калицерзилось как разбойное нападение. Дальше напомнят о себе в ноябре. Сценарий идентичен. Уже трое преступников проникли в ночное время к женщине, предпринимателю, связали ее. Но женщина такая, казалось, не из робкого характера. На их требовании передачи имущества она неоднократно их манала. Дети там в подвале, в картошке копаете, копаете. Ну, они как все втроем бегали там, копали. И когда они были в подвале, женщина сумела развязать руки, доценивалась до пульта охраны, нажала тревожную кнопку. Увидев маячки служебных авто, бандиты скроются. В течение недели до следующего нападения они тщательно готовились. Разведка на месте и даже подгон размеров лестницы под высоту забора. Но оперативники их спугнут. У нас на тот момент была небольшая оперативная информация в отношении одного гражданина. Мы работали. И когда мы начали уже по этому ляховичскому разбою заниматься, у нас выпала интересная машинка одна. И когда мы начали пробивать, кому принесет эта машина, мы получили информацию, что это тот человек, отношение к которому мы уже до этого получали по другим разбоям. То есть мы нашли подтверждение, что все-таки он причастен. Восемь месяцев работы только, чтобы подтвердить причастность одного человека из всей преступной орггруппы. Основной нашей задачей от этого человека было получить биологические образцы. И сделать это так, чтобы он не знал, что у нас он это сделает. Мы комбинировали, в одну госорганизацию его вызывали, где садили своих людей, типа их тоже опрашивают, с ними общаются. Его тоже под шумом опрашивают. То есть давали ему ручку, вот распишись. Просто под угледным предлогом, это был ковид, давали ему маску. То есть думали, он сейчас в маске посидит, перчатки. Его поставили, очустили ведро полностью, подезинфицировали, чтобы на выходе он выбросил эту маску. Но настолько прожор, настолько хитрый человек, что даже ручку забрал с собой, ручку, маску забрал. Шаг за шагом, следом за преступником и снова он ускользнет из рук оперов. Он нашел проходной подъезд, зашел в этот подъезд, начал за нами следить, то есть есть за ним слежка. В этот момент используя различные приложения, мессенджеры в телефоне, он без нашего контроля вызвал своего друга, который с заднего входа подъехал, он подъехал машину и они уехали. Следующая наша комбинация отбора образца у него было, используя сотрудников ГАИ. Сотрудники ГАИ потребовали снано и транспортное средство, он по газам и порядка, наверное, 180-200 по городу он просто уехал. Он стал вообще скрываться, он уехал на тот момент сразу на три дня в Россию, после России в Литву и буквально спустя там месяца 3-4. В итоге геном мы взяли, когда он уже приехал в Беларусь, мы все-таки сдержали его транспортное средство, его задержали и взяли геном с его мобильного телефона, не подтвердилось. Он так и останется единственным, кто все-таки сможет сбежать от правосудия. Когда установят всех бандитов и начнут их задерживать, он будто предчувствуя, за сутки заберет детей из университета и школы бросит все и уедет в Москву, а оттуда прямиком в Мексику. Сейчас его статус в розыске. Отправной точкой для всех участников банды станет 21-й год. Нападение на мужчину, занимается цветным лоном так лихо, так банально. Днем к потерпевшему приходит мужчина в маске, то есть наш преступник предполагаемый, предлагает купить с него 3 тонны меди. За определенную сумму денег, то есть 3 тонны меди, это довольно-таки серьезная сумма. Как минимум 10 тысяч долларов. Предприниматель, конечно же, соглашается на такое заманчивое предложение, чтобы по факту оказаться избитым и ограбленным. Говорит, что да, я к тебе приеду в 6 часов, давай уже будем совершать сделку. То есть этот мужчина никуда в Паргенстону не сообщает ничего, он ждет этого мужчины. Снова мужчина, снова в маске. То есть даже его не пугало то, что он пришел в маске и с ним общается. И в первый и второй раз он причиняет ему телесное повеждение. Человек в маске забирает 10 тысяч долларов и убегает. Блокировка района 40 минут. Преступника с кровавыми руками задержат по приметам. Отработают его генотип, который, наконец, выстрелит. И выведет оперов на след основных фигурантов. Но все они... И вот здесь снова возвращаемся к тому, с чего начали. Как разговорить преступника. Две недели бесконечных бесед с главарем банды. Мы общались буквально на вообще непринужденные темы. Он занимался мебелью. У него на обысках много было всяких инструментов. Мы нашли общую тему с ним. После каждого общения с ним я приезжал домой. То есть даже перед сном я ложился спать. Продумал, что мне ему задавать, какие вопросы. Продумал варианты его ответов. И как мне в дальнейшем устраивать с ним беседу. Мне нужно было найти его больные места. То есть что ему дорого, что ему ценно в этой жизни. Благодаря упорству и профессиональным уловкам операм удалось добиться признания. В выходной день я заступил на службу ответственным дежурным по отделу. Тут мне поступает волшебный звонок от оперативных сотрудников в СИЗО. Говорят, Лена, приезжай. М***ь, хочется с тобой пообщаться. Для меня это было удивительно. По той причине, что человек, который кремень и вообще не общался, ничего не говорил, сам издавил желание со мной пообщаться. Он со старта сказал, что ему нужно, для того, чтобы начать какой-то разговор. Это единственная практика из случаев, когда с данным поздравимым было заключено досуденное соглашение. Что растопило криминальное сердце бандита? Правильно выстроенный диалог с операм и письмо от отца. Членов этой преступной группировки в криминальной среде называли вежливые люди. А вот от следующих историй по коже пробегает ледяной холод. Алло, какой адрес? Какие обстоятельства? Принял, две минуты будем. Всегда первые, всегда там, где беда. Самое важное в расследовании – осмотр места происшествия. Иногда не один раз. Еще одно правило – ничего не трогать. Лишние отпечатки, сдвинутые раньше времени со своего места предмет, скорости в раскрытии не добавят. Черепно-мозговая, раз ножевое, второе, третье. Окончательный вывод по телу – дело судмедэкспертов. Но даже без скрытия ясно, особо тяжкое. Что дальше? Как, что, почему доказать? Три рабочие версии, скажем так. Ну, в случае убийства, например, человек мог покончить жизнь самоубийством, например, если потом кто-то из родственников, друзей, знакомых, и неустановленное лицо. Камеры видеонаблюдения, опросы свидетелей. Но и здесь есть свои нюансы. Зачастую люди немножко додумывают, путаются во времени. Не всегда свидетели говорят то, что надо. Убийство, расчлененка. Им приходится работать с этим. Не пугаем. Не каждый день, но и нередко. Без оглядки на время суток и личную жизнь. Когда расчленение вот это вот было у нас в 20-м году, у меня, я был на похоронах бабушки. С родственниками сидел на похоронах, а вечером уже, когда позвонили, прибыл туда, понимали, что если не раскроем, будет тяжело всем. Уходился в рабочий день. Приехал я домой, успел только чай попить. Вечером звонит мой сотрудник. Ген, тут какой-то там бомж нашел, какие-то там непонятные останки вроде. Пока я ехал, он мне скидывает фотографии. Я смотрю фотографии, говорю, что-то непонятно. Вот это ноги человеческие. Весь отдел уголовного розыска поднимут по тревоге. В одном дворе найдут не только ноги, но и руки. В другом – тело и голову. Женщины. Что поможет установить ее личность? Одна фаланга пальца на руке жертвы. Бандит. Либо забыл, либо спешки. Он просто один палец фалангу не отрезал. Буквально через три часа нам уже позвонили, сказали, что потерпевшая. Соседний дом. Мы туда прибыли. Открывается дверь. И стоит парень. Ну, как казалось, это уже был брат. Убитый. Но парень, страдая психическими заболеваниями, я думаю, скорее всего, это он, потому что он больной. Он ходит по району, там, немножко такой неадекватный. Мы его просили. Сразу и выяснилось, что за несколько дней до этого сестра ушла к мужчине. В соседний дом. Заходим в адрес, и я понимаю, что в квартире очень чисто. Захожу я в ванну, и в ванне в стеке. Выкручиваю, достаю этот стек, а там кусочки, ну, то есть остатки волос и куски мяса, жира, грубо говоря. Понятно было, что это человеческие. Начали выяснять с хозяина, где он, что он оказался, житель города Минска. Вообще он роженец города Брановичи. Это квартира его умершей матери. В тот день с женой и детьми он приедет на годовщину смерти матери. После отправит семью обратно в Минск. А сам пригласит в гости старую подругу. В ходе совместного распития спиртных напитков с его слов возник конфликт на почве каких-то личных отношений. И якобы он ее задушил. Он переспал ночь, труб был в ванне. Утром пошел в магазинах, берел пакеты, сумки, расчленил. И в дневное время суток разнес по-разному мусорный контейнер. Коллеги Минские с ОМОНа показали нам практическую помощь. И буквально в течение часа задержали этого преступника. И мы уже выдвинулись туда, сбранных, за нашим бандитом. Из профессиональных историй они могут написать лучший детектив о человеческих пороках и безумии. Рано утром осенью поступил звонок на линию 102 о том, что в сквере был обнаружен труп неизвестной женщины. Прибыл первый наряд. Труп женщины был раздетый. И присутствовали следы крови. История вышла на троих. Женщина и двое мужчины не познакомятся на вокзале. История банальна. Новый знакомый предложили вступить в интим. Она отказала. В ответ два ножевых. Кровь с рук смывали в луже. Видеокамеры отрабатывали. Большой массив видеокамер устанавливали. Вечером того же дня мужчины находились уже оба в следственном зарядке. В оперской практике тяжкие и особо тяжкие бывают не только кровавыми и жестокими, но и эффектными. Сожитель и сожительница выпивали, дома находились. Завязалась между ними ссора. В ходе ссоры сожительница начала выбрасывать вещи с балкона третьего этажа своего сожителя. Сожителю не понравилось. Он решил выбросить ее. Хотел припугнуть, но припуг не удался. Шутка не получилась. С балкона держал за ноги. Ну и не удержал. Женщину в итоге тяжкие телесные повреждения. Но всегда ли в их работе опыт, стаж, оперативность залог раскрытия каждого уголовного дела. Есть уголовные дела, которые не раскрываются. Все раскрыть невозможно, к сожалению. Иногда годы поисков, иногда недели допросов и бессонных ночей. Планомерно и методично выстраивая личный диалог с каждым задержанным. Выбить в кавычках признание легче простого. Доказать так, чтобы преступник уважительно пожал тебе руку и полностью все подтвердил высший оперской пилотаж. После которого не хочется сказать, закрывая дело, ты горену все синим пламенем. Это, кстати, еще один криминальный миф. Уголовные дела после закрытия, конечно же, никто не сжигает. Все они дотошно и подотчетно отправляются в архив. Продолжение следует... Продолжение следует...